Лучшее детям. В лагере Волжский Артек установлены душевые системы обогрева через солнечные батареи. Отремонтированы все жилые корпуса, приобретено звуковое и световое оборудование для проведения массовых мероприятий и построен открытый бассейн. Мы сегодня увидели прекрасный бассейн, который Олег Борисович в том году сказал, что построен. В этом году он стоит, дети купаются. Мы видим новые корпуса, мы видим отличные санитарно-технические комнаты. Но это быт, это жизнь. Как известно, что культура нации определяется по состоянию ее общественных мест. Построенный еще в 1945-м Волжский Артек долго не видел ремонта, а ведь именно здесь в советские годы снимался фильм Тимура и его команда. Последние пять лет в Артек вкладывают немалые средства. Очень бы хотелось, чтобы здесь были корпуса, которые способны обслуживать наше население, в том числе наших детей, круглый год. Чтобы летом это использовалось для оздоровительного отдыха, чтобы зимой это использовалось для того, чтобы детей подлечить, чтобы здесь работали образовательные программы. Сегодня в Волжском Артеке большой праздник – заключительный концерт фестиваля «Подснежник». Участники – дети социально незащищенной категории. В этом году фестиваль юбилейный «Подснежнику» исполнилось 20 лет. И за это время он вырастил больше 50 тысяч талантливых ребят. Дать им шанс испытать себя, попробовать себя в этом поприще. И за 20 лет, вы знаете, у нас большое количество ребят стали профессиональными артистами. Наши ребята выходят на сцену, не боятся, не боятся публики, не боятся показать себя с самой лучшей стороны. Организуя летнюю оздоровительную кампанию, большое внимание уделяют безопасности детей и соблюдению санитарных антитеррористических требований. Конечно, не забывая о создании комфорта. В детских оздоровительных лагерях обновляют мебель, закупают новое оборудование и инвентарь и укрепляют материально-техническую базу.